Сегодня Антоний Васильский монастырь возрождается. Обыл он величие богатств и обители, говорят, каменные постройки, первые на русском севере. Библиотека монастыря соперничала по количеству и разнообразию книг с библиотекой Соловецкой обители. Свято-Троицкий Антоний Васильский мужской монастырь своим рождением обязан преподобному Антонию, который в 1520 году вместе с шестью учениками водрузил деревянный крест и поставил келью на мысу Михайловского озера у реки Исии. Это было необитаемое место, но с помощью иноков игумен смог построить три деревянные церкви. В течение 37-летнего игуменства Антония были построены церковь Живоначальной Троицы, Благовещенская и преподобного Сергия Радонежского. Представился преподобный Антоний 7 декабря 1557 года на 79-м году жизни. В 1579 году его причислили к лику святых, а царевич Иоанн, сын Иоанна Грозного, написал одну из редакций «Жития» Антония Сийского. В те времена обители принадлежало множество соляных варниц. Торговля с солью приносила солидный доход в монастырскую казну. Государство покровительствовало монастырю, освобождая его от уплаты таможенных пошлин за проданную соль, тем самым способствуя расцвету и богатству монастыря. Но монастырь был деревянный и часто подвержен пожарам, а на каменное строительство требовалось личное разрешение царя. Жалованная грамота на каменное строительство была получена 8 ноября 1587 года. По ней деньги, которые поступали в царскую казну, направлялись на строительство. Из-за удаленности обители и смутных времен работы растянулись на 4 царствования и заняли в общей сложности 20 лет. В это время с 1601 по 1605 годы здесь содержался в заключении сосланный по указанию Бориса Годунова и постриженный под именем Филарета боярин Фёдор Никитич Романов, отец будущего царя, впоследствии патриарх Московский и всея Руси. Все строительные работы закончились 30 июня 1606 года. Так завершилось возведение первого каменного храма на Двине – храма Святой Троицы. В XVI веке Антоний Васильский монастырь был крупнейшим духовным и культурным центром по Двинье. В традиционном монастыре было переписывание книг. В его библиотеке хранилась Евангелие Апракас 1339-40 года, так называемая Осийская, Евангелие 1692 года, житие Антония Осийского со 150 цветными миниатюрами и иллюстрированные Святцы. В монастыре был собран огромный архив, насчитывающий свыше 20 тысяч единиц хранения, сотные, вкладные, переписные, приходорасходные книги и т.д. В монастырской резнице имелись великолепные произведения русского ювелирного искусства, например, водосвятная чаша 1583 года, панагия 1608 года, подарок 1628 года от патриарха Филарета, драгоценная Паникадилла. Письменные документы сохранили сведения об иконописцах. Иконописцем был основатель монастыря преподобный Антоний, два настоятеля монастыря, игумен Феодосий и архимандрит Никодим, жившие в XVII веке, также были иконописцами. В конце XVI-XVII веков в обители существовали иконописные и гравюрные мастерские. Над иконостасами работали царский иконописец Фёдор Зубов, сельвучегодский мастер Василий Кондаков. В монастыре был создан выдающийся памятник дальнерусской культуры, сийский иконописный подлинник, с пятью ста изображениями и прорезями, с икон западноевропейских гравюр. XVII столетие – период расцвета монастырской деятельности на Руси. В Антоний Васильском монастыре в это время подрезаются более 200 монахов. Идет активное строительство каменных храмов Благовещенского, Сергеевской надратной церкви, храма-колокольни трех святителей московских и келейных корпусов. Антоний Васильский монастырь обладал своим оружейным арсеналом. Монастырь имел три пушки разных калибров, 61 пищаль, 15 карабинов и 18 пистолей. В XVII веке монастырь владел деревнями, пашенными землями и покосами над Венеемцы, семежними тоньями в Беломорье. В монастырских отчинах жили ремесленники, развивались промыслы, соляной, рыболовный, морской. Монастырь имел подворье в Москве, Вологде, Архангельске. В обители в это время активно занимались переписыванием книг. Работали небольшая типография, граверная и иконописные мастерские. К концу XVII века монастырь становится крупным духовно-просветительским и влиятельным церковно-административным центром. В XVIII столетии, время упадка монастырской деятельности, происходит изъятие земель, сокращение количества монашествующих. Многие обители выводятся за штат, и их жизнь медленно угасает. В декабре 1730 года на пути в Москву в монастыре останавливается Михаил Васильевич Ломоносов. Его дядя служил тут стряпчем и подарил своему племяннику тулуп. Монастырская библиотека к концу XVIII века стала уникальным собранием рукописных и печатных книг. Первый архиепископ Холмогорский Ивашский Афанасий, энциклопедически образованный человек, книголюб, сподвижник Петра I, был великолепно знаком с библиотекой сельского монастыря и высоко ценил ее. Монастырская библиотека была укомплектована не только книгами духовного содержания, но и светской литературой, в частности, историческими сочинениями. Множество рукописей, хранившихся в книжном собрании сельской обители, являются подлинными шедеврами и бесценными памятниками книжного рукописного искусства. Они являются предметом исследования историков, филологов и искусствоведов. В XIX столетии развивается просвидительская и миссионерская деятельность монастыря. Его настоятели выполняют обязанности ректора архангельской духовной семинарии, а один из них, архимандрит Вениамин Смирнов, выделяется своими лингвистическими способностями, занимаясь образованием самоедов в Тундре. Будучи страстным поборником православия и ревнительным просветителем, отец Вениамин с 1825 по 1830 годы находился в самоедских поселениях и был управляющим самоедской духовной миссией. За свою деятельность по христианизации местного населения его наградили орденом Святого Владимира Третьей степени. Впоследствии он занимался переводом Нового Завета на самоедский язык и составлением лексикона и грамматики самоедского языка. К сожалению, после событий октября 1917 года многие ценности были безвразвратно утеряны. Монастырь был разграблен и превращен в склад. В 1920 году монахи организовали трудовую коммунну. В Благовещенской церкви советская власть открыла детскую колонию. Монастырь был закрыт. В последние годы монастырские постройки использовались для нужд сельской трудовой коммунной колхоза. Здесь размещались также дом отдыха работников лесной промышленности, дом для детей-инвалидов, дом-интернат для престарелых. Многие здания в разные годы были разобраны или разрушились по ветхости. С 1970-х годов по 1992-й здесь находился летний пионерский лагерь для детей-работников автотранспортного предприятия. Одновременно часть территории и монашеский корпус занимала дача Архангельского облсполкома. Возрождение Антония Васильского монастыря началось с передачи его Русской Православной Церкви 15 июня 1992 года при настоятеле-игумене Трифоне. А уже 23 августа монастырь посетил святейший патриарх Московский и всея Руси Алексий II. В настоящее время в обители 20 человек-братьей постоянно проживают около 30 трудников. Возрождается богослужебная, духовно-просвидительская, социально-благотворительная, миссионерская деятельность. С начала возрождения в монастыре ежедневно совершается литургия. По древней традиции в Антонии Васильском монастыре вновь создана монастырская библиотека, свыше 40 тысяч единиц хранения, иконописная мастерская. Обитель ежемесячно выпускает миссионерскую газету «Духовный сеятель» и церковно-исторический ежегодный альманах «Сийский хронограф». В настоящее время все то, что осталось от богатейшего собрания и огромнейшего монастырского архива «Сийской обители», сосредоточено в государственных библиотеках и архивах и активно используется в научных целях. Братья и обители восстанавливают традиции северного песнопения, собирают монастырские реликвии, утраченные в 1920-е годы, занимаются изучением исторических фактов жизни обители в прошлые века. В хозяйстве имеются животноводческая ферма, конюшня, теплицы, пекарня, механическая, столярные мастерские, ведется восстановление храмов. Антониевассийский монастырь осуществляет окормление нескольких приходов епархии, не имеющих священников. История монастыря длиной пять столетий настолько интересна и богата событиями, что их изучением до сих пор занимаются историки, археологи и исследователи различных направлений. Несмотря на все изменения в мире, монастырь свято сохраняет традиции, заложенные его основателем, преподобным Антонием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok